Поступил ребенок в 9 лет в крайне тяжелом состоянии. Уже был доставлен в скорую помощь на искусственную вентиляцию легких. После обследования, можно сказать, что диагноз подтвердился. Тяжелая черепно-мозговая, перелом костей черепа, ушиб головного мозга. При этом ребенок не нарушил правил дорожного движения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали. Он начал переходить дорогу, когда перед ним остановились две машины. Третья даже не пыталась тормозить. Сбила парня и протащила на капоте еще метров 20. Вот он ребенок, получается, стоит. Вот он пошел, где машина остановилась, и вот третий летит. А у нас какой скорости ехали? 60. Получается, вы видите, после пешеходного перехода мы остановились? Я видела пешеходный переход. Я просто видела, что машины притормашивают. Начала тоже притормаживать ребенок, выбежала как-то из-за машин. Я его просто не заметила. По неофициальной информации, Черняева была в состоянии опьянения. За два дня до трагедии инспектора забрали у нее водительское удостоверение. Девушка ездила по городу пьяная. Она отказалась пройти медосвидетельствование. До решения суда Елене выдали временные права. Полицейские говорят, ничего подобного раньше не было. Нам самим уже страшно становится. Чего там было? В этом году что-то вообще происходит. Это не естественно. Каждый день, прям реально. С начала года на Березняковских дорогах задержали почти 400 пьяных водителей. 38 из них лишены прав. Судя по сводкам, каждую ночь по дорогам города гоняют 3-4 человека в состоянии алкогольного опьянения. И еще цифра. Пострадали 24 ребенка. В большинстве случаев виноваты взрослые. Андрей Григорьев, Евгений Шеленко. Телевизионная служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...